Виноград – довольно капризная культура. Он требует не только особых климатических условий, но и должного ухода. От своевременной обрезки, прополки и полива напрямую зависит его урожайность. А чтобы ухаживать за виноградниками было проще, студенты СевГУ презентовали проект беспилотного дрона. Он, по словам разработчиков, предназначен для покоса травы. Заодно под зарядку он сможет прополоть около пяти гектаров земли. Мы выбрали именно покос травы, потому что процесс покоса травы вызывает много рисков, точнее не рисков, а много расходов. И мы сочли важным сделать такой аппарат, который снизит расходы на эти процессы и оптимизирует их для лучшего качества урожайности и качества вина самого винограда. Сохранить виноградарям урожай поможет и система распознавания болезней. Ее планируют создать в виде цифровой энциклопедии. В облачном сервисе фермерам будут доступны абсолютно все данные о виноградниках – количество волос, их возраст, сорт и состояние. Такая информация поможет виноградарям и виноделам защитить хозяйство от заболеваний, вредителей и других неблагоприятных факторов. Система будет позволять всю эту информацию хранить, обрабатывать, всегда к ней вернуться, спрогнозировать следующий год и план работ на своем винограднике, то есть учитывая конкретные какие-то характеристики, факторы, то есть опираясь просто на данные. А рождаются эти проекты в одной из лабораторий СИВГУ. Здесь студенты кафедры агротехнологии проводят органические исследования. С их помощью можно определить не только физические свойства, но и химический состав почвы. Кроме того, студенты исследуют и виноматериалы. В центре внимания будущих виноградарей – процент содержания фруктозы, сахарозы и винного камня. Это электронный микроскоп, он увеличивает в 150 тысяч раз, позволяет исследовать структуру и размер. На данной картинке мы видим винный камень. Практические занятия для будущих агрономов начинаются с первых дней обучения. Сейчас в их распоряжении есть учебные классы, лаборатории и современное оборудование. Именно с этим заведующий кафедрой Сергей Тарасенко связывает успех проектов, представленных на акселераторе Сити Тех. Действительно, у университета есть, в принципе, все возможности для того, чтобы студент получал полностью практические знания. То есть для этого и созданы лаборатории. Студенты участвуют в первом курсе, в втором курсе участвуют, они формируются в команды и проводят свои исследования, которые в дальнейшем они могут представить как реальному потребителю, так и реальному хозяйству. Всего в программе акселератора запланировано больше 30 отраслевых конференций. Они помогут студентам и их командам привлечь внимание авторитетных экспертов к своим разработкам. Впоследствии проекты, по словам организаторов, могут стать частью крупного бизнеса или программы «Стартап как диплом». Владислав Ивенин, Андрей Вовк, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.